МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С нами будет полковник юстиции в отставке Ильхам Мамеду. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в эфир. Кроме того, с нами будет политолог Саэль Скендаров. С вами мы рады видеть вас в нашем эфире. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Спасибо. И Израиля посоединился к нашему эфиру почетный посол еврейского агентства в Азербайджане, политолог Роман Гуревич. Роман, вечер добрый. Как слышите нас? Вечер добрый. Слышу прекрасно. Рад вас приветствовать. Взаимно. Уважаемые гости, мы с вами будем говорить, разумеется, по поводу того, что происходит, ну, скажем, назовем это общим таким именем, что мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Дело в том, что сегодня глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Россию. Завтра, 19 мая, должны начаться переговоры глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве глав МИД Российской Федерации в Москве. Это некое продолжение всех тех последних встреч по достижению некого прочного мира. Но, более того, стало известно, опять же, это СМИ публикуют. Мы, так сказать, точно пока еще подтверждение официальной Баку не дают. Но есть в СМИ размышления о том, что Москва пытается сейчас организовать встречу до конца мая, что называется, в верхах, с участием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Поэтому я хотел бы, давайте непосредственно с вас начнем, понять ваши ожидания, с чем вот этот вот московского цикла, если еще и Москве удастся организовать встречу в верхах, каковы ваши ожидания. Дело в том, что до этого мы видели брюссельскую встречу, еще до него видели четырехдневную встречу за океаном в Америке. И суммарно, если это ее воспринимать как западная площадка, она все-таки оказалась результативной. И чтобы московские встречи тоже были восприняты положительно, как, например, итоги брюссельской встречи надо, ну, скажем так, как минимум повторить успех, а еще лучше, наверное, пойти сделать что-то большее. Каковы ваши ожидания на этом фоне? Ну, во-первых, радует то, что когда идут переговоры, мы слышим грохот пушек. Когда пушки молчат, говорят дипломаты, это нормально. И мы видим действительно концептуальную внешнюю политику, которая сейчас дает свои плоды. Это мы видим, в принципе, как вы указали, три центра, которые сейчас пытаются организовать встречу и положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией. И в то же время, как вы правильно сказали, мы видим положительные результаты. Например, и встреча в Вашингтоне, и встреча в Брюсселе, она предположила, прежде всего, нерешимость границ, самое главное, уважение к праву, уважение к гуманитарному праву, потому что там одна из последних встреч, одна из тематик была, то есть вопросы с лицами без вести пропавшими и обмен военно-пленными. Вот наши двое недавно заблудившиеся, два солдата, наверное, этот вопрос тоже будет решен. То есть это положительные моменты. Положительные моменты, конечно, и то, что Пашинян официально признал территориальную целостность Азербайджана, его, как говорится, квадратуру. Площадь стран там была озвучена. Да, азербайджанского государства. То есть это все очень положительные моменты. Это очень положительные моменты. Встреча в Москве, ну, мы долгое время видели, так сказать, с историей. Мы помним, что, в принципе, одним из самых главных игроков здесь, на Кавказе, была Москва. Мы видели, когда зарождался этот конфликт. И как он зарождался. Мы помним недавнее интервью министра иностранных дел России. Вот, то есть, ну, мы знаем о том, что между, вот, очень грамотная внешнополитическая работа господина президента, она дает результаты. То есть в Москве, я думаю, что тоже будут те же решения подтверждены. То есть решения, которые... Ну, это как по аналогии с Пражской. Если после Праги в Сочи, они подтвердили Алматинскую декларацию. Да. Где-то я не думаю, что будут какие-то эксцессы. Но, судя по всему, что, конечно, объективности ради надо признать, что сейчас и Пашиняну не совсем легко там в своей стране тоже там... Это его проблема. Это его проблема. Но он тоже хочет казаться миротворцем. Потому что он тоже хочет казаться, что люди забыли его лозунг новые войны, новые территории. Мы не забыли все это? Что Карабах и Армения, и точка. Да, это его заявление. То есть эволюционизирует вся вот эта. И я думаю, что тут определенную и главную роль играет, конечно, железная воля господина президента. И грамотная процесса, которые идут в мире. Мы помним Минскую группу, как Союз пенсионеров, как их называли. Сознаком минус помню. Как приходили, выходили, пытались нам, чтобы мы согласились на... Были, конечно, при... Но сейчас ситуация изменилась, скоро не изменилась. Сегодня на столе именно те основные вопросы, которые озвучило наше министерство иностранных дел. Я думаю, что в Москве каких-то отрицательных... Я думаю, что мы должны ожидать положительные. Да, я так понимаю, если суммировать то, что сказал Айхамн, не навреди. Вот московскую встречу мы смотрим, как не навреди. Хотя бы сохраните то, что есть. Но что думает по этому поводу Сахин? Честно говоря, я думаю, что Москва постарается, она навредит. И, кстати, между прочим, в этом плане и Вашингтонская площадка, и Брюссельская платформа тоже очень в этом плане даже не отстают от Москвы. Есть вопрос в том, что с Айхамнами... Вы так пессимистичны. Нет, не пессимистичны. Нет, я скажу, почему. Я скажу, почему. Перечеркнули почти все. Нет, 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 я не перечеркиваю. Почему? Потому что что на первом... Что, в принципе, там на первом... Что видно? Опять же, как вот уважаемый Айхамн Айхамн, затронул здесь насчет Минской группы. Айхамн Айхамн, Минская группа, да, там была группа пенсионеров, но весь вопрос только, к сожалению, еще не достигших пенсионного возраста. Вот о чем там я имею в виду сопредседателя, помните, да? Вот они хорошо до пенсионного возраста хорошо устроились, получали хорошую пенсию. Да, это точно подмитие, но выходить они не хотят, да? Нет, ну ради бога, они хотят, не хотят. Сегодня уже Азербайджан совместно с Турцией там являются архитекторами, соавторами геополитической архитектуры в регионе. Там, боже мой, у них уже никто ничего не спросил. В том числе и даже самого Макрона. Я к чему я это веду? Почему? Потому что, Сарамян, к сожалению, я наблюдаю, что как вот во время бездействия Минской группы основные модераторы, основные модераторы, опять же, заняты как-то перетягиваемым канатом. Но здесь, в основном, главным образом как раз-то на перетягивании там играет Вашингтонская и Московская платформа. В этом плане, я бы сказал, Брюссельская платформа, она более как бы образцовая и, в принципе, более она лояльная и более, как бы, скажем, далек от таких геополитических игр. Хотя там тоже есть какие-то элементы. Почему? Потому что Брюссельская платформа я все-таки рассеиваю, как нашего партнера Вашингтонской платформы. Кто бы, что бы ни говорил. Я почему говорю, Сарамян, давайте насчет Вашингтонского момента. Чем Вашингтон отличается от Москвы? Это я сейчас, как бы, водораздел это проведу. Посмотрите. Последняя стратегия безопасности Соединенных Штатов Америки как раз-то конкретно и специально там акцентуруется внимательно от территориальной целостности Украины. Но почему-то про Азербайджан там ни слова. И даже про Грузию есть. А про Азербайджан ничего слова. Весь вопрос в том, что, да, это очень отрадно, что и при чем, и при чем именно Шарль Мишель как раз-то озвучил конкретную площадь вот этой государства Азербайджана и армии. А почему Вашингтон... Я знаю, Шарль Мишель как ретранслятор всего этого. Как раз ваших... А почему Вашингтон это не озвучил? Москва почему это не озвучивает? Вот о чем идет. В Москве полетят, а вдруг... Не, не, я почему... Нет, сейчас озвучить, если хорошо. Понимаете, весь вопрос в том, чем это перетягивание... Не, не, я тоже ожидаю. Я даже настаиваю на этом. Весь вопрос в том, что, понимаете, посмотрите, если посмотреть на действия сторон, я говорю, Брюссельскую платформу я оставляю на стороне. Вашингтон, Москва, посмотрите, что получается. И даже Брюссельская. Посмотрите. В Брюсселе, да, Пашинян заявляет о признании это территориальная целостность Азербайджана. Насчет Вашингтонских переговоров особо таких, я бы не услышал, не услышал особых таких заявлений. Более открытых деталей, которые открывали переговоры. Москва. Москва пока выиграет. Московская платформа, знаете, на чем пока выиграет? Пока. Единственное, что... Москва является одним из модераторов в регионе. Не в решении конфликта, а в установлении постконфликтных отношений. Нормализация взаимоотношений. Посмотрите. Москва выигрывает пока в одном вопросе. Есть конкретно подписанное и президентом России Путина, и президентом Азербайджана, и премьер-министром Пашиняна трехсторонной декларации от 10 ноября 2020 года. Ильяна Алим, наверное, меня поддержит, как правовед. Есть официальный документ, где стоят подписи. Пока от Вашингтонской Брюссельской платформы мы слышим заявления, а пока эти заявления не будут настрочены, извините, переведены на бумагу, переложены на бумагу, где будет конкретный документ, где будет подпись. И появится подпись. Да, вот о чем идет речь. А Москва пока именно пользуется этим моментом. Вот о чем идет речь. Да, обещания есть. Но есть обещания. А где бумаги? Вот о чем идет. Поэтому, а Москва в чем виновата? Вернее, в чем ошибка Москва? А что, да, бумага есть, но Москва-то особо-то не давит, вернее, там не заставляет Армении выполнять все обязательства, которые там зафиксированы на этой бумаге. Да, и на этой бумаге, в отличие от признания территориальной целостности Азербайджана и Армении со стороны Брюссельской платформы, трехсторонней декларации этого нет. Я имею в виду конкретную площадь, конкретной цифры нет. Но хотя сама трехсторонняя декларация, в принципе, там практически является подтверждением того, что стороны признают территориальную целостность друг друга. Вот пока в этом плане Брюссельская платформа выигрывает. И у Вашингтонской платформы, и у Московской платформы. Понимаете, весь вопрос в том, что Москва, ну, по-моему, мы с Вами здесь этот вопрос не единый, что там обсуждали. Понимаете, Москва считает себя главным бенефициарем постконфликтных периодов. Почему? Поскольку Москва хочет доказать. Вот я, вот совместно с Турцией, с Азербайджаном, мы троем создали новую геополитическую структуру на Южном Кавказе. И бенефициарами там могут быть только эти страны. Естественно, главей с той ролью он видит себя. Она видит себя, Москва. А почему другие должны прийти, и вот то, что мы сделали, то, что мы здесь создали, они должны воспользоваться плодами. Вот о чем идет речь. Я почему говорю, не в том плане, что я пессимист. Все равно, пессимист это кто? Или, вернее, оптимист, кто это пессимист-квадратный, или наоборот. Весь вопрос в том, что, вот я опять же говорю, к сожалению, я пока наблюдаю тоже вот какой-то перетягивание каната. Кто здесь главный, кто здесь главный модератор? А никто себе не задает вопрос, что если хочешь ты стать основным модератором, ты должен как раз-то следовать буквы международного права. Вот самый главный вопрос. Ваша мысль понятна. Роман, ну вы наблюдаете, консенсуса в студии нет. Более того, очень знаковую фразу сказал Саэль Малем, а где бумаги? Да, звучало как из кинофильма просто. Но вы, когда смотрите из Израиля вот эту ситуацию, да, вот опять же говорю, по поводу, когда за океаном встреча состоялась, там были оптимистами только американцы, но потом вот вроде как даже есть какие-то там высказания, что вот результаты встречи за океаном, они передались в эстафете в Брюссель. И теперь мы идем к циклу московских встреч. И тут опять же говорю, ну минимум надо повторить или еще лучше, более лучший результат показать. Каковы ваши ожидания? А вы знаете, я хочу предложить вам несколько неожиданный, может быть, взгляд глобально на всю вот эту ситуацию. Прежде всего я считаю, что основы многовекторной политики Азербайджана, которые были заложены Гейдар Алиевичем Алиевым, совершенно гениально продолжает нынешний президент Азербайджана, господин Аль-Хам Алиев. Потому что вот мы говорим, кто более главный игрок Москва или кто более главный игрок вот в этой игре, так сказать, Брюссель, так сказать, европейцы или американцы. А вы посмотрите, что на самом деле, на мой взгляд, происходит. У Азербайджана была изначально одна единственная цель восстановить суверенитет и целостность страны в рамках международных законов в соответствии с принятыми резолюциями Совета Безопасности ООН и со всеми другими решениями международного сообщества. Азербайджану никто не помогал, Азербайджан рассчитывал на свои силы и смог это сделать более чем успешно. Значит, Россия при этом активно участвовала в процессе. Европа, Америка как-то этот процесс то ли пропустили, то ли не заметили, то ли как все 30 лет почти, когда продолжалась оккупация, им это было не очень интересно. Когда, так сказать, при участии Турции, при участии России конфликт был разрешен, причем заметим, что он был разрешен не до конца, потому что Россия, как и всякая империя, она не заинтересована в окончании конфликтов. Она заинтересована в том, чтобы конфликт лел, так сказать, потому что пока есть взрывоопасная ситуация, так сказать, всегда есть заинтересованность в каких-то партнерах с той или иной стороны. Азербайджана была и осталась одна. И в настоящее время мы видим, как совершенно гениально на самом деле, используя площадки в разных странах мира, используя ту конкуренцию, которая есть между Москвой и Европой, между Москвой и Соединенными Штатами, Азербайджан заставляет их всех плясать под свою дудку, потому что когда произошла встреча в Брюсселе с участием больших любителей Азербайджана, под председателем Евросоюза Шарля Мишель, те еще любители Азербайджана, но была эта встреча при его патронтаже, и это была не первая такая, так сказать, встреча. Следующая встреча намечена, насколько я знаю, на 1 июня, и идут настоящие многораундовые переговоры между руководством Азербайджана и руководством Армении, и там последовательно признаются принципиально важные для Азербайджана принципы, ровно то, чего Азербайджан изначально и добивался. При этом, естественным образом, Россия не хочет оставаться в стороне, и так же, как Евросоюз, проводя встречи в Брюсселе и в других странах, я рискну предположить, что будет еще не одна такая встреча, пытается бортануть, оставить за бортом вот этой ситуации Россию. Естественно, России это не нравится, и Россия делает все, чтобы подключиться к урегулированию проблем. Ну, давайте, так сказать, называть вещи своими именами, я думаю, как в свое время сказал один из американских президентов, у США нет друзей, у США есть интересы, да? Я не думаю, что Россия в этом плане или Европа отличаются. Так сказать, у России есть свои интересы, которые она пытается отстаивать, особенно в нынешней, крайне непростой для российской стороны ситуации. Поэтому они готовы, и они, так сказать, инициируют проведение переговоров и министров иностранных дел Азербайджана и Армении, и руководство Азербайджана и Армении. И вы посмотрите, как вот играя на этих противоречиях, президент Ильхам Алиев последовательно продвигается к той цели, которую он изначально поставил. Нет никакого карабахского вопроса, есть карабахский район Азербайджана, и вот эту вот ситуацию надо оформить, надо признать границы страны, надо положить конец конфликту. А если европейцы, так сказать, американцы и россияне, так сказать, что-то между собой не доделили, ну что ж, прекрасно, значит, эту ситуацию важно повернуть так, использовать так, чтобы продвинуть решение вопроса об установлении прочного мира на территории Азербайджана в международно признанных границах и о полном восстановлении суверенитета страны. Это вот глобально то, что происходит. Кстати, если мы говорим о Пашиняне, то у него незавидная ситуация, на самом деле, с двух сторон. С одной стороны, он говорит то, что его вынуждают говорить, потому что весь мир, если уж так пошло, да, так сказать, требует соблюдения, ну требует чересчур сильное слово, но там они любят, когда говорят о соблюдении международных законов, признании суверенитета и так далее, но их кто-то заставляет говорить, да. Пашинян это говорит, но он возвращается назад, так сказать, и он встречает экстремистскую идеологию, он встречает вот те лозунги, о которых совершенно справедливо напомнили в этой программе, так сказать, новые войны, новые территории, людей, которые не успокоились, есть люди, которые живут бредовыми идеями, Армения велика, от моря до моря там и так далее. Он как уш вертится между этими полюсами, как между молотом и наковаль, но есть еще один, так сказать, очень сильный и проблемный для него момент, он крайне в непростой ситуации между Западом и Россией, потому что все годы, ну мы знаем, так сказать, каким оружием воевала Армения, мы знаем, так сказать, о той помощи огромной, которую Россия оказывала Армении на протяжении долгих лет, и как опять же справедливо совершенно было сказано, все мы помним, как конфликт начинался. Кстати, я хочу сказать, что вот конфликт-то Карабахский, собственно, не боевая фаза, а вот фаза уже, так сказать, пропаганды, она началась через две недели после того, как Гейдар Алиич Алиева вывели из состава Политбюро, если я правильно помню, в Москве, потому что он был наиболее реальным претендентом при Андропове на руководство и Совминома, впоследствии Союзом, и когда пришел Горбачев, так сказать, он постарался отодвинуть Гейдара Алиева от дел, и как только, но не раньше, и как только его удалось отодвинуть, после этого очень скоро началось нагнетание страстей, по-моему, со статьи в одной из французских газет, где говорилось о Карабахской проблеме и так далее. И вот Пашинян сейчас, он как бы вынужден крутиться, с одной стороны, между Россией, которая его всегда кормила, и Америкой, которая вот приезжала Пелоси, и там все было увешано американскими флагами, и между Европой. То есть ему не позавидуешь ни во внутренней ситуации, ни во внешнем. Понятно. По поводу визита Пелоси, кстати, когда вспоминаешь сейчас, как будто его и не было, то есть как они его представляли, пытаясь представить. Сейчас смотришь, ну как бы вроде как и даже визита Гебра, но все же. Раз уж вспомнили о Николе Пашиняне, так процитируем его. Он традиционно, дело в том, что после того, как Шан-Мишель в Брюсселе высказал вот это все, это свое заявление, где оцифровка пошла вот территориальной целостности Армении, Азербайджана, уже второй раз Пашинян подтверждает, что все это было. Один раз он это сделал уже в Рейкьявике, там был большой саммит Совета Европы. Сейчас традиционно в четверг он выступал на заседании правительства и опять вернулся к этому вопросу. Он сказал, что вот как бы стороны подтвердили приверженность признать территориальной целостности и суверенитета друг другу. Опять же зафиксировали, что Азербайджан имеет такую площадь, Армения такую. Все эти цифры он там на заседании правительства озвучил и вот как бы высказал такую мысль. Должен отметить, он от своего имени говорит, должен отметить, что считаю это важным шагом в установлении стабильности и мира в регионе. Это он говорит о том, что вот Азербайджан это 86 600 квадратных километров, Армения 89 800. Он это на заседании правительства говорит и говорит, что вот это как бы прочный мир, вот это путь к миру. Но в то же время Никол Пашинян он начинает в той же своей речи ударяется в рассуждение по поводу того, что происходит в Карабахе, в азербайджанском Карабахе. Он начинает рассуждать по поводу того, что происходит на Лачинской дороге. Правильно Азербайджан сделал пограничный пункт пропуска, поставил неправильно. Вот он рассуждает о тех вещах, которые происходят уже территориально на азербайджанской территории. Поэтому я все-таки хотел бы, уважаемые гости, узнать ваше мнение. Вы столь же оптимистичны, как сказал Никол Пашинян в этом смысле, или же все-таки здесь есть элементы сомнения. Раз уж ты признал территориально целостность Азербайджана, зачем ты рассуждаешь о том, чего тебя не касается? Ну, Пашинян занимается политикой. Мы хотим в это верить. Мы хотим в это верить. Да, пытается. Нашего позволения Пашинян занимается выживанием политическим своим. Чем занимается, вы сказали? Политическим выживанием. Политическим выживанием. Бесспорно, что прежде чем куда-то идти, оглянись, откуда идешь. Это знаменитые слова, классика. И мы сегодня действительно должны смотреть, откуда мы идем. Начало конфликта, Первая война. Тот же самый Пашинян. Его, наверное, знаменитая дискуссия в Мюнхене на Совете безопасности с господином президентом, когда господин президент буквально его... Раздел, а просто подарил. Разбил. Но это тот же Пашинян. Но спустя столько лет. Конечно, он бесспорно боится и внутренней нестабильности. Мы знаем идеологию армянства. Еще не вылеченную идеологию. И народы, которые привержены к фашистской идеологии. Мы не должны забывать конституцию той же Армении, где на гербе этой страны имена четырех армянских мифических царств. Мы должны не забывать, я как юрист, как правовед говорю, о документе, который в Каравахе называют конституцией Арцаха. И где они пишут о том, что арцахский народ. То есть это вообще нонсенс. То есть Пашинян с этими силами, конечно, он пытается... Да, с одной стороны... Ужиться. Ужиться, да. С одной стороны, конечно, дамоклы в меч над головой Пашиняна все больше и больше и больше разоставить с точки зрения международного права. Когда правильно отметил коллега, что в Брюсселе он даже хотел несколько уходить от... Вы помните там вопросы о включении туда президента Франции. На кранском. То есть маневры он делает. И, безусловно, и верить ему, что он, как говорится, святой и, как говорится, он сам, это тоже. Но политика есть политика, что его потихонечку-потихонечку заставляет, чтобы он готовил, прежде всего, свой народ к миру. Прежде всего, что он начинал уже и внутри страны эти вопросы ухода от националистических фашистских идеологий. И эти вопросы должны сопровождаться законодательно. То есть те даже трехсторонные документы, которые, например, коллега тут отметил, они должны быть ратифицированы ими. Это требует Конституции Армении. Это требует сегодняшнего статуса. То есть пойдет он по этому пути? Пойдет он по пути юридического закрепления своих вот этих шагов к миру? Ну, наверное, он будет иметь и более. Но мы сегодня с прессы слышали, что как и даже на семейно-бытовом его вот сына пытались там ухарать. Какая-то темная история. Какая-то темная история, какая-то непонятная. Мы всех деталей не знаем. Да, деталей не знаем. Поэтому что-то, какие-то вещи выдвигать, в общем-то, было бы. Но мы еще не должны забывать, когда Демирчана расстреливали прямо в парламенте. Мы не можем забывать, что там на сегодняшний день в Германске стоит памятник терроризму. С именами этих террористов, которые убивали вопросов, товарищи Пашиняне, которые нам не давать, много. И пойдет он по этому пути, пойдет он, он, конечно, добьется миру. Может быть, у него в мечтах тоже получить Нобелевскую премию мира. Я не знаю, как это. Если, может, он захочет освободить, высвободиться от, потому что весь мир, весь мир, уже национализм, этот оголтелый национализм, он всегда приносил народу кровь. Мы не можем сейчас сказать, что сейчас в Армении там прям все процветают, Армения, у них там хорошие животные, еще что-нибудь. А что касается там Лачинских, вот наших пограничных пунктов, совершенно законно, совершенно соответствующих всем международным стандартам. Это абсурд, он хочет иметь долго, может быть, чересчур долго, мы терпели вопросы, наблюдали, говорили об этом, что проводят. Даже наши южные соседи, как там помогали, чего-то там переносили и что-то там делали. Да, тоже оказались упертыми. Крали, крали. Да, упертыми. Я вот даже по большому счету не решаюсь немножко этот же вопрос вам задать, но я все-таки задам. Да, да, я единственную оговорку сделаю, то, что вы сказали. Мы понимаем это, мы в течение 30 лет в рамках переговорного процесса, мы сотни раз слышали вот эти кивки армянской стороны, мол, у нас есть общество, у нас есть общественные мнения, агрессивные какие-то ребята, которые себя не контролируют. Ну, во-первых, это их проблемы, решайте свои проблемы, как может Азербайджан решить эту проблему, чтобы военную комендатуру в Ереване открыть, да? Ну, наверное, не об этом и речь идет. С другой стороны, как бы, ну, чем все эта история закончилась? Эта история закончилась войной. То есть, опять же, здесь кивки, ну, давайте узнаем Саид Малева. Вот Николай Пашинян считает, что вот, ну, как бы, второй раз он это же говорит, и есть ощущение, что он разжевывает своему обществу. Насколько успешно это будет, а то другие. С вашего позволения, я сначала начну вот просто такой маленький точный вопрос, уважаемый Ильям Альми. Ильям Альми, ну, вы правовед, я не знаю, честно говоря, я просто, поэтому, Василий, вы сталкивались с каким-нибудь государством, где в Конституции конкретно указаны враги государства? Я не знаю, по-моему, в Армении есть, в Конституции Армении, да. Да, я поэтому, вы правовед, поэтому я не знаю, поэтому у вас узнал все. Тем более в Конституции страны. Да, да, вот о чем говорю, да, вот я поэтому говорю, да, я, честно говоря, не знаю. Знаю, что у них есть, а других я не знаю. Это первый момент. Второй момент, Санемен Альми, я, честно говоря, вас прошу и своих коллег, давайте в этом вопросе мы не будем наезжать, так, образно говоря, на Пашиняна. Он прав, он правильно говорит. Он ничего там не контролирует, никакое общество, даже не только он, и не Петросян, и не Качарян. Дискуссионный вопрос, я вам скажу. Нет, нет, я же расскажу, почему. Дискуссионный вопрос. Да, потому что, Санемен Альми, нет у Армении, вернее, суверенитета. Почему? Потому что и в Армении, и всех президентов, и премьер-минцев всегда контролируют посторонние силы, и в том же русле через них и армянское общество. Вот о чем идет речь. В этом плане я прошу вас, давайте не особо будем наезжать на него. Я не обещаю, что буду сдерживать себя на стол. Но только в одном моменте я с вами соглашусь, что это его проблема. Вот я и об этом говорю. Да. Санемен Альми, чтобы Пашинян не увеливал от этого, и Брюссельская платформа, и Вашингтонская платформа должна положить на стол. Бажем положить на стол, где вот это все четко зафиксировано, уже стоит Пашиняна, а Московская платформа не должна почивать на лаврах. 10 ноября 2020 года, это уже Москва уже давным-давно должна была положить на стол, где вот эти моменты еще лучше, еще тонкие, еще четко были бы зафиксированы в новом документе. А не то, что там было от 11 января, по-моему, 2001 года заявление трехстороннее. Нет, Москва в этом плане опоздала, и причем, если Москва чем-то недовольна, и в принципе Москва, Лавров правильно сказал, они хотят выдавить Россию отсюда. Ну уж извините, дорогие мои, вот то, что вы говорите, а это уже опять ваша проблема. Почему? Зачем вы два с половиной года вот в чем кошку-мышку играть? Что вы тянете? Если вы одним из архитекторов являетесь в новой геополитической конфигурации, чтобы его закрепить, вы должны были, должны были уже давным-давно, то, что сейчас сегодня звучит от Брюссельской платформы, от Брюссельской платформы с Вашингтонской, уже должно было, Москва уже зафиксировать на бумаге. Ну, то упрек сейчас. Ну, конечно, упрек. Я о чем же говорю? А что я разве говорю, что ли? Я говорю, что она, москва от трехсторонних зали 10 ноября 2020 года, как бы перешагнула несколько шагов вперед своих конкурентов, геополитических конкурентов. Но, а за два с половиной года она своим, как бы, вот этой, имеренностью, бездействием или какими-то закулисными играми, заигрываниями опять положила себя в очень неудобное положение. Вот о чем вы же говорите. Потом произошло кое-что, что ограничило возможности России. Давайте, как бы, вот... Нет. То есть, если мы сейчас будем делать вид, что этого не было... Нет, 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 я с вами согласен. Произошло то, что ее ограничили. Я с вами согласен, ограничили. Вопрос в другом. Понимаете, как говорится, если, говорит, назвался горшком, будь добр, залезай в печень. Тоже будет, да. Понимаете, ты геополитический игрок, понимаете. Ты, причем, один из центров принятия решений. Ну, что бы, кто бы ни был, все-таки Россия есть Россия. Вопрос в другом. Если по-твоему, по твоей глупости, извиняюсь, там, и причем не только по глупости, потому что, Салям, иногда вот слушаешь некоторых российских геополитиков, вернее, экспертов. Боже мой, я просто поражаюсь. Они не понимают геополитические интересы России. Понимаете, сейчас даже в такой момент они пытаются быть больше армяне, чем самые армяне. Понимаете, вот Россия почему всегда проигрывала. Вот беда России в чем заключается. Ну, задача нашей передачи сейчас не выяснять, в чем беда России. Давайте все-таки вернемся в Израиль. У меня будет несколько другой вопрос. Хотя, если Роман хочет что-то дополнить, пусть дополняет, мы не против. Но есть такой момент. На этой неделе снова Европейский Союз говорил о, скажем так, реэкспорте санкционных товаров в Россию. Там перечислили в том числе и Армению. Там они говорят, что фиксируется подозрительное увеличение торговых потоков из ЕС в некоторые страны постсоветского пространства. В частности, и в Армению. Они считают, что оттуда идет реэкспорт. Но этим занимается, по их словам, не только Армения. Но дело в том, что в Армении это самый большой доход. Именно Армения маленькая, а реэкспорт большой. И поэтому у них экономические показатели. Пашинян говорит об экономических показателях, которые на самом деле проистекают из этого реэкспорта. В том числе вот эти релаканты и так далее. Ну и тому подобное. Европейский Союз как бы считает, что они должны сейчас пересмотреть свое законодательство. И вот всем этим странам тоже советуют готовиться прекращать это дело. И я бы хотел узнать ваше мнение, насколько Европейский Союз в этом плане будет решительным. Не получится ли так там маленькая, бедная Армения, давайте ей дадим какую-то щель, пусть через нее она там торгует и так далее. Или же все-таки в каком-то контексте во всех этих переговорах Европейский Союз в том числе и это ставит на переговорный стол. Но может быть не в тройном формате, где мы, они, Европейский Союз и Армения. А вот когда они непосредственно самой Армении говорят. Вот как вы видите решение этого вопроса? Вы знаете, если говорить по данному конкретному вопросу, то прежде всего я замечу, что насколько решителен Евросоюз. Евросоюз мы могли видеть на протяжении почти 30 лет, когда грубо нарушались международные законы. И что и как для этого делал Евросоюз, чтобы выполнить решение Организации Объединенных Наций. Абсолютно ничего. Я считаю, что в той ситуации, которая сейчас есть с Россией, в результате которой есть необходимость для использования каких-то перевалочных пунктов, решающим является позиция США. И вопрос, как мне кажется, не в том, насколько будут решительны европейские страны, а насколько жестко Америка будет требовать и отслеживать соблюдение вот тех санкций, которые наложим. Бизнесмены, к сожалению, не во многих странах бизнесмены. Я вам расскажу, так сказать, у нас недавно появилась информация, что на Украине в одном из городов арестовали предпринимателя, который через третьи и четвертые руки, так сказать, поставлял какие-то запчасти, как сообщили мне, да, из которых, так сказать, в том числе собирались ракеты, которые падали на его же гор. То есть нет предела алчности части людей. И, вне всякого сомнения, я думаю, что санкции обходят и со стороны, есть попытки обойти санкции со стороны Европы, и, естественно, используется перевалочный пункт. И, естественным образом, так сказать, Армения находится вот в центре этих интересов, поскольку она всегда находилась под мощным российским влиянием. Вот. Но при всем том, насколько жестко это будет отслеживаться, это все-таки решит, как мне кажется, позиция Америки и тот... Я извиняюсь, Роман, вот вы сказали по поводу десятилетий молчания Европейского Союза по поводу решений, касающихся нашего региона, конфликта, да? Но сейчас это касается Украины. И уже гости отметили, что вот для Запада это, конечно, совсем другое. Они даже этого и не скрывают. Украина для них совсем другая история. Я имею в виду в плане решительности. Ну, вы знаете, так сказать, позиция по отношению к Украине у них иная. По отношению к Азербайджану, к сожалению, она какая была, такая осталась. Если там происходят какие-то подвижки, то я искренне считаю, что это благодаря правильным, очень правильным действиям руководства Азербайджана, и эти разборки с Россией, так сказать, даже с Украиной далеко не все, что мы видим в новостях, оно на самом деле туда попадает. То есть те сказки, те истории, те цифры, которые приводятся о европейской помощи, они не всегда соответствуют действительности. Да, они помогают, так сказать, население. Раньше, когда Армения оккупировала азербайджанскую землю, не было ничего вообще. Но там затронут их интересы. Там они боятся, что они будут следующими на очередь. И вот этот страх их вынуждает что-то делать. Но даже и в украинском конфликте, на мой взгляд, изначально так было, так и осталось. Центр принятия решения, он был за океан, а в 87 евро. Да, это очевидно. Понятно, у нас, уважаемые гости, остается очень мало времени. Буквально одна минута у вас, одна минута и минута у вас. Я очень извиняюсь, единственный момент, то, что наш уважаемый гость сказал, вот Израиль, там это коллега. Здесь вопрос в том, что я перенес бы там внимание на счет Франции, что Франция начала уже вооружать Армению. Даже они говорят, что мы будем вооружать его смертельным оружием. Ну пока там сегодня уже первая информация пошла, что они начали. Вот посмотрите, в некоторых европейских странах, в СМИ, в СМИ, в СМИ, что я читаю, что вот Франция уже начала вооружать Армению, и никакого слова о том, что об опасности для Азербайджана. Все говорят, а потом Армения, как союзник России, может это оружие передать России, чтобы оно использовало ее против Украины. Вот почему, когда вы мне говорите, почему я пессимист, вот такие моменты делают меня именно пессимистом. Вот их абсолютно не беспокоит о том, что Армения может развязать новую войну здесь против Азербайджана. А что, от Франции есть какой-то там спрос в этом же Евросоюзе? Вот о чем идет речь. Да, потому что поставки... Потом после этого назовите меня пессимистом или как хотите. Я не всегда вас называю пессимистом. Но это поставки вооружений, на самом деле, они вот гонку вооружения разгоняют, и, соответственно, это приведет к чему... И при этом боятся, что Армения это может передать России против Украины. То, что в регионе произойдет, им без разницы. Я вот по поводу позиции Европейского Союза и вот этого некого реэкспорта, хотел бы узнать, вот как вашему ощущению... Буквально одна минута. Да, безусловно, этот вопрос, как сказал коллега из Израиля, тоже это является основополагающим. Здесь первую скрипку, конечно, играет Вашингтон. Мы это видим. И все... Тучи все больше и больше сгущаются. Конца вот этого конфликта, пожалуй, вот если не... Не, ну никто не готов сейчас говорить, когда это... То есть это совершенно другая тематика. Двойные стандарты, они были. Я с Вами совершенно согласен. И на себе мы достаточно долгое время ощущали. И сейчас ощущаем, в принципе, вот эти воздействия двойных стандартов, когда 30 лет те же вот наши территории превратили буквально в пепелище. Пепелище превратили. И до сих пор мы даже ставим вопрос. То есть это все есть. Но я думаю, что мы не должны зацикливаться на том, что вот мы должны идти шаг за шагом вперед. Разумеется. Совершенно правильно идет разумная, очень плодотворная политика. И я думаю, что и московская встреча, которая сейчас вот тематика вот этого... Там тоже сейчас уже... Москва не та Москва, когда начался этот конфликт, когда была проблема перед Москвой. Совершенно сейчас другие геополитические стоят. И она не хочет отсюда уходить. Об этом Лавров прямо заявил, что мы хотим там оставаться в регионе. То есть вопрос это самое. Но у нас, как говорится, свои проблемы. Мы должны свою государственность укреплять. Как говорил наш господин президент, что наша армия даже сегодня крепче, чем во время войны. Во время войны существует... Ваша мысль понятна. У нас, к сожалению, эфирное время полностью закончилось. Уважаемые гости, огромное спасибо за участие. Я напоминаю нашим зрителям. Все это время в студии наши вопросы отвечал Ильхам Мамедов, полковник юстиции в отставке. Большое спасибо. Кроме того, с нами был политолог Саильский. Саильский. Вам тоже большое спасибо. А Израилю с нами беседовал почетный посол еврейского агентства в Азербайджане, политолог Роман Гуревич. Роман, вам тоже большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала Си-Би-Си была общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я и ведущий Санан Заев. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин